Я так люблю мороженое. Ты любишь мороженое? Ты не любишь мороженое? Ну как всегда. Говори. Как много наркоманов. Вот раньше были иголочные, а сейчас какие они? Расскажите об этом. Какие виды наркоманов в городе? Значит, я же тебе говорил. Я и Таксим Романович. Значит, в Николаеве зарегистрировано 4000 плюс-минус. Я говорил тебе? Да, да. Ты же должна это знать. Ты же не первый день не берешь. 4000 наркоманов. Алкоголики, наркоманы, ты же знаешь, мы их не делим, да? Зависимый человек. Все. Не делятся. Наркоманы или алкоголики? Да, не важно, что алкоголик, что наркоман. Точнее, неизвестно, что хуже. Или наркоманы, или алкоголики. Зависимые люди. Зависимые. Это люди, которые утром просыпаются, не думают, как идти на работу, или как встретить рассвет. Я не знаю. А думают, как им курнуть, нюхнуть, бухнуть, злотнуть. Какая разница? Или в игровой автомат пойти поиграть. Понимаешь? Но для этого нужны деньги. В зависимости от того, кому сколько как. Там, как бы, это тоже надо. Вот тебе и карты в руки. Просчитай там, на какие, на какие радости, в кавычках, конечно, кому сколько надо денег. И что они для этого делают? Они могут убить, они могут ограбить, они могут ограбить мать, они могут избить отца, они могут, ну, жить, короче. Так вот, 4000 цифру умножаем на 10. Хотя сегодня вот в СБУ на этом вот, я услышал, что спокойно на пресс-конференции в СБУ, я услышал, что эту цифру можно умножать на 20. Я говорю, да не, подождите, на 20 тогда вообще получается... Короче, на 10. Не хочу я умножать ее на 20. Получается 40 тысяч. На Николаев 40 тысяч. Много это или не мало? Считай. Сколько их живет в Ялте, сколько их живет на водопое, откуда я знаю. А вот эти профилактические работы, которые проводят, ну, разные структуры проводят, насколько они эффективны? Какие профилактики? Они же разные бывают. Ну, по госсиннистрации все время проводят профилактические работы против наркомании. Хочешь, чтобы я поругал оба администрации? Я хочу узнать ваше мнение, насколько они эффективны. Ну, а что мое мнение, какой-то есть последняя инстанция? Я думаю, однозначно эффективны, потому что в любом случае что-то надо говорить. Очень неэффективно молчать это, понимаешь? И говорить, что... И приходить, говорить на эту тему только три раза в году, вот, 26 июня, 1 декабря и, господи, 13 мая, да, там, какого? 15 мая на эту тему вспоминать. Это очень неэффективно. Потому что вот в эти, может, дни нужно на эту тему не говорить, а остальные все дни нужно говорить на эту тему. А сегодня, ну, я не хочу выступать экспертом, что эффективно, что неэффективно. Все эффективно. Все эффективно. Любое упоминание о том, что нам объявлена война, война объявлена на уничтожение. Любая защита, любая защита от любых людей, которые, может быть, здесь приняты, она будет эффективна. Ну, война шла. Помнишь, когда шла? А, ты же не помнишь. Это я помню. Ты гражданскую войну не помнишь? Когда гражданская война шла, то брали вилы, брали грабли, брали кто на конях, кто с автоматами, кто все. Все, защищали Родину. А сегодня вот таких людей, вот, журналистов, там, пять человек, я могу сказать, которые у меня что-то спрашивают, что-то, хотя у нас сколько членов союза журналистов? 300, по-моему. Я могу пяток назвать, который сегодня, хоть к праздникам, но как-то чего-то начинают спрашивать на эту тему. А в остальные дни это все, как бы, говорят, а у меня с детьми все хорошо, у меня все нормально, у меня это не касается. Касается, всех касается, каждого касается. Особенно это касается тех, у кого с детьми все нормально. Потому что они живут в социуме и, ну, в общем, касается, всех это касается. Спасибо вам. Пожалуйста.